Дорога как стиральная доска. Автомобилисты города критикуют работу дорожников. Почему уборка улиц от снега вновь вызывает порекания. Главный праздник в исламе мусульмане всего мира отмечают День жертвоприношения Курбан-Байрам. Специально для работы с детьми. В Муравленко работает общественная организация «Кони-Пони». Теперь у юных горожан есть возможность прокатиться верхом. На Ямале продолжают бороться с контрафактной и контрабандной продукцией. По оценкам экспертов, около 80% жителей округа пользуются товарами сомнительного происхождения. В 2013 году ассортимент выявленных в регионе подделок расширился. К трикотажным изделиям и обуви присоединились наручные часы, предметы кожгалантереи, заколки, солнцезащитные очки. В отношении распространителей контрафакта до конца года арбитражным судом округа будет рассмотрено 6 дел. Добавлю, что на Ямале принимается целый комплекс мер по выявлению и пресечению изготовления и распространения пиратской аудио-видеопродукции и программного обеспечения. Особое внимание уделяют ликвидации контрафактного алкоголя. С начала года в округе было проведено более 350 проверок алкогольной продукции, в ходе которых было выявлено более 11 тысяч бутылок суррогата. Потребителю следует быть внимательным, не стоит стесняться спросить у продавца все сопроводительные документы на товар. В Муравленко уже на протяжении пяти дней идет снег, и мы вновь возвращаемся к теме очистки городских дорог. Отмечу, что в этом году эта задача передана предприятию «Муравленковские коммунальные системы», а не дорожно-эксплуатационному хозяйству, как это было ранее. Рассказывает Светлана Грачева. В Муравленковских коммунальных системах появился дорожный отдел. Именно он теперь в ответе за то, чтобы улицы и дворы были очищены от снега. Возложение этих задач на новую организацию не избавило наш город от проблем. Автомобилисты, как и в прошлом году, продолжают критиковать работу дорожников. Как бы чистят, но сами видите, какие дороги. В чем неудобство? Да как по гладильной доске едешь, по стиральной. Машина едешь, как по стиральной доске. Это же о чем-то говорит, что плохо чистят. Ездишь, как по стиральной доске. То есть это убивается подвеска. Дороги убираются только в дневное время. То есть когда выезжает основная часть машин, то есть машины выезжают чистые и так далее, и тому подобное. И приходится ездить по грязи. С мнением этих водителей согласен и таксист Владимир. Он каждый день за рулем. По несколько часов ему приходится ездить по снежным буграм и накатам. И это только по одной и центральной улице Ленина. Ну, они убирают, допустим, что. Ну, снеж же-то падает. Ну, значит, не хватает техники. Ну, вот видите, вот эти отборы. Техники в дорожном отделе МКС действительно не хватает. Автопарк, конечно, не изношен на 100%, но текущего ремонта требуют постоянно. Только сейчас в ремонтной мастерской находится семь специализированных автомобилей. И это только половина проблемы. Специалисты сегодня предприятию нужны практически как воздух. Есть проблема, конечно, с персоналом рабочим. Не хватает у нас механизаторов. Вот сейчас у нас 5 единиц тракторной техники, которая может убирать наши улицы. Но на 5 единиц у нас 5 механизаторов. А это значит, что технику можно выпускать на линию только в одну смену. Нарушать трудовое законодательство никто не вправе. Сегодня, по факту, вместо 14 на уборку улиц от снега вышло всего 6 единиц специальной техники. Автогрейдер, две машины с пескоразбрасывающей установкой и три трактора. За день по дорогам они проехали всего два раза. Именно поэтому и страдает качество очистки. С первого раза это его недостаточно. Это периодически и делается, но это надо сразу делать. По три, по четыре прохода надо проходить. Отмечу, что в настоящее время от снега очищают лишь центральные улицы города, тротуары, подъезды к образовательным учреждениям. Во дворы снегоуборочная техника еще не заезжала. На данный момент сейчас наши руководители, наша организация занимается розыском субподрядных организаций, которые будут наниматься для этого. Это в основном тяжелая техника, бульдозера, в которой на данный момент мы испытываем нехватку. Когда мы найдем всех этих судподрядчиков, сразу приступим к межквартальной очистке. Но проехать во дворах можно, да и пройти пока не проблема. Придомовая территория почищенная, в принципе, неплохо. Из подъезда можно выйти без труда. Чего не скажешь о приподъездных тротуарах. Снег здесь не убирали. Уже образовался маленький сугроб. Но пока в обязанности дворников управляющих компаний очистка тротуаров от снега не входит. Кто именно будет в ответе за очистку тротуаров во дворах, пока неизвестно. Этот вопрос решают специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства. А если вы крайне недовольны уборкой снега во внутриквартальных проездах или на центральных улицах, подавайте заявки в диспетчерскую службу дорожного отдела Муравленковских коммунальных систем. Светлана Грачева, Андрей Нагибин, Михаил Муштареев, телерадиокомпания Муравленко ТВ. Каждому ученику по компьютеру в новом учебном году в школах Муравленко продолжают обучение с помощью нетбуков. В 2012-м управлением образования было закуплено около 800 мини-компьютеров. Финансирование велось из федерального, окружного и местного бюджетов. В этом году в образовательных учреждениях появились еще 400 моделей нетбуков. Тему продолжит Анна Денисова. Какую букву Аня вставил? Б. Брадедочный слог? Ястрый. Ястрый. Итак, ребята, а теперь скажите, какая у вас тема сегодняшняя? Какой бы ни была тема урока, электронный помощник, а точнее нетбук, пригодится всегда. Окружной проект «Один ученик, один компьютер» реализуется в школах нашего города с 2012 года. Нетбуки используют во время занятий во втором, третьем и пятом классах. Главное цель нововведения – научить ребенка правильно работать с источником информации, получать ее и перерабатывать. Должны сформированы быть универсальные учебные действия, и в этом помогает нетбукинам, потому что дети тренируются, они работают с цифровыми образовательными ресурсами. Потренировавшись, ребенок уже может выполнить задание. Это очень удобно, потому что не надо черкать в тетради. Однако тетради никто не отменял. Нетбуки делают наиболее интересным учебный процесс, а не упрощают его. За компьютерами без перерыва ребята работают не более 10 минут. Ученицу третьего класса Полину Хохрину такая модель обучения полностью устраивает. Она даже готова отказаться от тетрадок и учебниках в пользу современного гаджета. Наверное, удобнее нетбуки, потому что в тетрадках нет интернета. Вот нетбуки помогают тем, иногда на разных предметах разные задания. Вот по окружающему миру у нас было задание узнать, что такое горизонт. И можно набрать в интернете, что такое горизонт, и тебе ответят. По началу программа «Один ученик, один компьютер» сложно давалась самим педагогам. Периодически они обучаются на специальных тетрадских курсах. Кроме того, теперь учителям приходится затрачивать на подготовку урока больше времени, чем раньше. Тоже подготовка, конечно же, была к уроку хорошая подготовка. Но здесь очень много нужно материала, уроки проходят у нас в форме диалога. И нужно подготовиться очень хорошо, знать, что предположить, что ребенок ответит. Сегодня нетбуками обеспечены учащиеся вторых и пятых классах всех школ города. В этом году дополнительно было закуплено свыше 400 компьютеров. Второклассник Герман Бойко освоил лозы компьютерной грамотности лучше своих одноклассников. Они сейчас пока забыли, но я все запомнил там, себе в свой ум вложил, чтобы запомнить там. Мне нравится выполнять, подключать к интернету. Почему? Потому что это классно, вот всегда нажимать, везде нажимать, так все. Руки работают, двигается все. Педагоги Муравленко говорят, что в будущем ноутбуки станут незаменимыми в процессе обучения. Возможно, они полностью заменят учебники. Реализация программы «Один ученик, один компьютер» уже доказала. Современное компьютерное оборудование способствует увеличению доли практической части урока, развитию самостоятельности и формированию умения учиться у младших школьников. Анна Денисова, Сергей Кириченко, телерадиокомпания, Муравленко ТВ. Сегодня мусульмане всего мира отмечают один из главных религиозных праздников – Курбан-Байрам. Он является частью обряда паломничества в Мекку. Не каждый верующий имеет возможность совершить хадж, поэтому каноны ислама предписывают мусульманам исполнить обряд не только в Мекке. С раннего утра верующие Муравленко собрались в мечети для праздничного намаза. После молитвы и поздравительных слов имама, мусульмане совершили ритуальное жертвоприношение, угощали всех желающих праздничной шурпой. Праздник Курбан-Байрам мусульмане встречают с особым настроением, желая всем добра и благополучия. Хочу поздравить всех жителей города Муравленко, всех мусульман, также с праздником Айдаль-Атха, праздник Курбан-Байрам. Желаю всем блага, чтобы все, иншаллах, обращаясь за помощью к Единственному Всевышнему Аллаху, посещали молильные дома и были активны в этом. Малые дела – большая польза. В Муравленко в рамках объявленного на Ямале Года народосбережения реализуется сразу несколько социальных проектов. Совсем недавно в нашем городе появилась новая социальная организация – «Кони и пони». Ее активисты уже стали обладателями регионального гранта. Рассказывает Татьяна Бойко. Наездница Анастасия Еркеева уверенно держится в седле. Девушка с детства грезила лошадьми. Комнату обклеивала плакатами, взахлеб читала книги о гнедых рысаках. Будущей студенткой она устроилась работать на ипподром. Но ее мечта о собственной лошади осуществилась только у Муравленко. Помогла старшая сестра, которая тоже с трепетом относится к лошадям. Вместе они решили создать общественную организацию «Кони и пони». Подали заявку на участие в региональном конкурсе по предоставлению поддержки социально значимых проектов. И выиграли. Полную радость, удовольствие, что наконец-то будет у меня лошадка своя, за которой буду ухаживать, чистить, поить, кормить. То есть, не знаю, детская радость. Действительно, та мечта с детства сбылась. Вот она и есть. Моя кобыла, моя фиесточка. При помощи выигранного гранта девушки приобрели двух лошадей и амуницию. За животными ездили в Челябинскую область. Подбирали спокойных и уравновешенных коней специально для работы с детьми. Объезжать, кормить и ухаживать за лошадьми девушкам помогает друг семьи Евгений Мальцев. Лошади на новом месте уже адаптировались. Первые желающие смогут прокатиться верхом уже в конце этой недели. Сформировалась много групп по инвалидам, по кадетам. И казаки к нам тоже хотят. Очень хотят. Очень много людей. У нас уже давно спрашивали, когда приедут лошадки. На небольшом конном дворике еще живет ослик по имени Красотка. Она будет катать детей в возрасте до 10 лет. Маленьким наездникам проще забираться на небольшое животное. Да и так положено по технике безопасности. Говорят, что ослики – упрямые животные. Но это не про красотку. Она очень общительная и любит детей. Организация «Кони Японии» нуждается в новом помещении. Вопрос о его выделении уже решается. Во многом поддержку оказывают представители администрации города и партийных ячеек. Свой вклад в развитие социальной организации могут внести и волонтеры. Их помощь в период становления будет весьма кстати. Татьяна Бойко, Антрина Гиббинц, Лерадиокомпания, Муравленко ТВ. На тренировку вместе с ребенком в спортивно-оздоровительном комплексе «Ямал» открылась комната временного пребывания детей. Теперь, пока родители занимаются спортом, их дети могут находиться под присмотром квалифицированных специалистов, рассказывает Анастасия Попова. Это несчастный детский сад и очередная попытка дать взрослым возможность заниматься спортом. Пропускать тренировки родителям маленьких детей теперь не придется. На занятия они могут смело приходить всей семьей. Одновременно в комнате временного пребывания детей могут находиться до 15 человек. Здесь они могут не только рисовать, заниматься на тренажерах, но еще и веселиться вот в таком вот стоп-ком бассейне. Идея организовать такую комнату в спорткомплексе «Ямал» появилась еще в апреле. От слов к делу перешли летом. Специальное помещение оборудовали игровыми комплексами и спортивным инвентарем. Эта идея выносилась в апреле месяце на наблюдательный совет, когда формировалось наше управление. При этом освободились площадя. У нас сделали централизованную бухгалтерию, и все они находятся в отдельном здании. У нас освободились площадя, и у нас идея – это появилась возможность ее воплотить в реальность. Комнату временного пребывания могут посещать дети в возрасте от 2 до 6 лет. Они находятся под постоянным присмотром педагогов. С ними занимаются специалисты, воспитатели. Мы вот сами же видели то, что рисуют, играют, кричат. Наверное, нравится. Создание подобных комнат сегодня особенно актуально. Они дают возможность детям проводить время с интересом, а родителям с пользой для здоровья. Анастасия Попова, Сергей Кириченко, телерадиокомпания «Муравленко-ТВ». Это все новости на сегодня. Информационные выпуски по-прежнему доступны на официальном сайте города. Это муравленко.ком. А я на этом благодарю вас за внимание. В студии работала Юлия Лучникова. Далее прогноз погоды. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Подробности у продавцов-консультантов в центре Керама. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова